Выгодно покупать автомобили Рено в Нефтекамске! Терромобил на Янаульской 1А За сбор, вывоз и утилизацию мусора теперь отвечают региональные операторы. А территория республики поделена на пять зон. У нас этим будет заниматься компания ООО «Дюртюли Мелио Водстрой». Она должна не просто складировать мусор на полигоне, а перерабатывать его по максимуму. В перспективе все выглядит красиво. Что же с самим вывозом отходов на сегодняшний день? Как отрапортовали в фирме «Благоустройство Плюс», которая осуществляет транспортировку твердокоммунальных отходов от потребителя до полигона, на линию машины выходят согласно графику. Вывоз отходов осуществляется ежедневно с 6 утра, без выходных. На линию выходит от 15 до 20 единиц техники. По сравнению с прошлым годом, с января 2019 года увеличился объем вывоза мусора на 20%. При этом отмечается, что в городе организовано около 15 дополнительных площадок под контейнеры. Никаких существенных изменений и на самом полигоне. Разве что с января количество поступающих отходов измеряется не в кубометрах, а в тоннах. Для этого начал работу весовой контроль. Работа никак не изменилась, как работали. Также в плановом режиме работа и продолжается. А то, что касается новой реформы, полигон к работе по новой системе обращения с отходами полностью готов. Мусоросортировочный центр, комплекс также работает? Также работает. Но убедиться в этом лично нам не разрешили. Так что пока мусорная реформа, главная цель которой снизить захоронение отходов к минимуму, а оборот вторсырья увеличить, в нашем округе работает по старинке. Но федеральный закон принят и обжалованию, похоже, не подлежит. Успокаивают лишь тем, что тарифы, утвержденные на уровне республики, одни из самых низких при Волжском федеральном округе. На уровне правительства принимаются серьезные меры по снижению платы для населения за обращение с ТКО. Это у нас новая коммунальная услуга. В том числе предусмотрено предоставление налоговой льготы по НДС для региональных операторов. Именно эта льгота должна еще снизить плату для населения. Но на сегодняшний день пока документа, который подтверждает эту льготу, нет. Поэтому начисление платы за обращение с ТКО за январь месяц у нас переносится на февраль, на следующий месяц. Поэтому ОУЖХ отзывает свои квитанции за январь. Если кто-то их уже получил, пока платить не надо, в понедельник вы получите уточненную квитанцию. Тем, кто уже успел оплатить счета, переживать не стоит. Суммы пойдут в зачет следующего месяца. Что же касается отдельных квитанций за оплату вывоза мусора, а значит и прямых расчетов с поставщиком услуги, то они будут. Но позже. Пока идет переходный период. Он будет длиться не дольше трех месяцев. Возможно, отдельные квитанции из жителей города получат уже в феврале. Марина Медвинская, Азад Давлетшин. Время новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова